Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В Самарской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. В каких районах есть подтопления и какие меры предпринимаются. Помогают улучшать жизнь своим соседям. В Самаре объявили результаты конкурса лучших практик ТОС. Заседание комиссии прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной. В областной столице продолжаются работы по благоустройству. В этот раз порядок наводили на улице Солнечной. Задача призвать граждан к бдительности. Участковый полицейский проводит работу с населением, чтобы предостеречь от уловок мошенников. Оценили работу медика-социальных экспертов. Члены общественной палаты Самарской области провели выездное заседание комиссии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход работ по восстановлению объектов социальной инфраструктуры в городе Побратиме-Снежное Донецкой Народной Республики. Глава региона побывал в школе номер 15, где в прошлом году благодаря поддержке Самарской области выполнили капитальный ремонт. Привели в порядок и ясли сад номер 7 «Солнышко». По словам руководителя учреждения, весь персонал очень рад тому, что в обновленный садик начинают возвращаться малыши. Вопросы совместной работы по восстановлению зданий в городе Побратиме Дмитрий Азаров обсудил с главой администрации Снежного Сергеем Ермаковым. В этом году 63-й регион поможет в восстановлении более 70 объектов, в их числе 15 организаций дошкольного образования, 12 школ, 2 больницы, а также учреждения дополнительного образования и культуры, дороги, объекты, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. В Большеглушицком районе Самарской области ввели режим ЧАЭС. В целом на территории региона действует режим повышенной готовности. Ситуация в области серьезная, вода прибывает быстро. В зоне особого внимания – южные районы области. В круглосуточном режиме работает областной оперативный штаб на базе МЧС. По данным синоптиков, на малых реках области наблюдается подъем уровня воды от 30 сантиметров до почти 6,5 метров. В ближайшие дни дневные температуры воздуха достигнут 20 градусов и подъем уровня воды продолжится. По данным МЧС России по Самарской области, на территории региона подтоплены низководные автомобильные мосты. В зоне подтопления находятся сотни приусадебных участков и домов. Проведена эвакуация населения в Большечерниговском районе и Большой Глушице. В регионе на случай паводка подготовлено 213 пунктов временного размещения общей вместимостью более 47 тысяч человек. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, жителям поселков, жилье которых пострадало в результате паводка, будет оказана материальная поддержка. Пострадавшие получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи для обеспечения предметами первой необходимости. Заявление уже готовы принимать специалисты Управления социальной защиты населения по месту жительства, прокомментировала исполняющая обязанности председателя правительства региона Наталья Катина. В администрации Самары подвели итоги конкурса лучших практик территориальных общественных самоуправлений. Его организатором уже в четвертый раз выступает Ассоциация Совет муниципальных образований Самарской области. Обсуждение лучших проектов прошло под руководством главы города, председателя Ассоциации Елены Лапушкиной. Подробнее в нашем сюжете. Более 40 различных общественно полезных проектов было прислано жителями региона для участия в конкурсе лучших практик ТОСов. Территориально-общественные самоуправления – это группы соседей-единомышленников, которые объединяются целью улучшить мир вокруг себя и помочь близким людям. Такие проекты и были присланы на конкурс, который Ассоциация Совет муниципальных образований Самарской области проводит четвертый год подряд. Особенностью этого года стало увеличение доли заявок от сельских ТОСов, которых в регионе становится все больше. Отрадно также, что у нас прибавилось заявок от сельских ТОСов. Почему отрадно? Потому что у нас является это важным направлением. По конкурсу «Лучшая муниципальная практика», который проводится на всероссийском уровне, мы проводили обучение, в том числе для сельских территорий, разъясняли эти позиции. Лауреатов конкурса назвали в семи номинациях, среди которых благоустройство дворов, социальная поддержка, развитие территории, пропаганда здорового образа жизни. Среди победителей ТОСы из Самары и Тольятти, а больше всего жюри отметили проекты из Сызрани. Жители провели активную работу в прошлом году и реализовали большое количество общественно полезных инициатив. Мы все понимаем, что тут военность, она рождает качество, и у нас мы это видим даже на уровне города. Мы проводимся в том, что наша практика есть в этом году, когда ТОС вывел грант президентский, и это уже внутри влечет собой большую основу. Как отметила глава Самары и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина, много проектов касаются не только улучшения качества жизни в городах и селах, но и такой необходимой помощи участникам СВО и членам их семей. Большое количество участников показывали свою практику в работе по поддержке наших воинов, которые находятся сейчас на линии СВО. Радует то, что из года в год вот эта активность и желание быть ближе, быть поддержкой не ослабевает, а только вот с каждым годом все укрепляет. В этом году региональные и федеральные конкурсы объединены, поэтому победители из Самарской области смогут подать заявку на участие во всероссийском этапе, где вновь смогут претендовать на награды на уже федерального уровня. А четыре самарских победителя прошлогоднего всероссийского конкурса будут награждены на форуме местного и общественного самоуправления на местах.рф, который пройдет 11 и 12 апреля в Перми. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. В начале апреля в рамках городского месячника по благоустройству в Самаре дан старт работам по подготовке к летнему сезону фонтанов. Сегодня специалисты трудились в историческом центре. Какие работы проводятся, увидел наш корреспондент Полина Чуликова. Летний сезон в Самаре невозможно представить без фонтанов. Именно поэтому в городе начались работы по расконсервации гидротехнических сооружений. Они проводятся в рамках месячника по благоустройству. Первый пробный запуск фонтанов планируется провести уже 20 апреля, в общегородской субботник. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» осматривают гидротехнические сооружения, дают оценку их текущему состоянию. Важно понять, не пострадали ли во время зимовки технические составляющие, системы и внешний облик фонтанов. Во-первых, сейчас производится расконсервация, проверка герметичности систем, запор на ароматуре, управляющую аппаратуру, на звуковых, соответственно, цветовых фонтанах, работы электрики и качество подключения, присоединения к сетям водопровода. Ну и проверяется состояние покрытия чаши, внешние обликсовки фонтанов по необходимости делается ремонт. Один из центральных фонтанов города – Самара, расположен на Ленинградском спуске. Его берут в работу в числе первых. Этот фонтан – один из символов города. Парус длиной 13 метров, весом порядка 16 тонн. Он был построен в честь 400-летия Самары и обновлен в 2012 году. В нем 384 светильника и 620 форсунок. Число – равное количеству соловецких юнг, погибших во время Великой Отечественной войны. Как и многие светодинамические фонтаны, он проходит еще и проверку программного обеспечения. Кроме этого, его красят, проводят работу на парапете, заделку швов и очистку от граффити. А также исправляют поврежденный камень. Обслуживать фонтан в летнее время будут два оператора. Сейчас самые важные работы у нас какие-то. То есть установка насосных агрегатов, установка на садок, этот форсунок, и осветительный светильник. Ну, также вот уборка. Жители города с нетерпением ждут лето и начало работы фонтана. Часто гуляем, приезжаем сюда. Сам жил на безымянке. Сели на машину, вот приехали сюда. А здесь все пришел, там вода, здесь вода, уже дышать легче. Открыли, уже рядом народу много и отдыхающих, и вообще. Для меня это как праздник. С прошлого года городских фонтанов с учетом сухих уже 50. Добавился световой фонтан, находящийся на площади памяти. По заказу профильного городского департамента, работа старого фонтана восстановлена и улучшена. С учетом запланированных на этот год ремонтных работ, предполагается, что работать будут 48 фонтанов. На постоянной основе их запустят с 1 мая. Санитарный день будет проводиться каждый понедельник. Также муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» будет обслуживать системы автоматического полива. Таких систем от года к году становится больше за счет оснащения территорий, обновляемых по нацпроекту «Жилье и городская среда». Полина Чулякова, Петр Паломеев, События. В Самаре месячник по благоустройству набирает обороты. В город пришло потепление. На дороге местного значения направили поливочно-моечную технику. Чтобы в дальнейшем наращивать темпы и объемы работ, спецтехнику переоборудовали. Мойка организована на тех участках, где проезжая часть полностью свободна от снега. В первую очередь очищают приладковые зоны. Сначала убирают мусор, затем производят влажную уборку. Поливочно-моечные машины помогают удалить с дороги грязь. Вода, которая остается после влажной уборки, уходит в ливневки, которые заранее прочистили. В определенных количествах они готовы пропускать грязь, мусор и песок, скопившиеся на дорогах за зиму. При необходимости коллекторы снова очистят. К мойке приступили также на отдельных объектах благоустройства в общественных пространствах. Например, на Самарской набережной. Сейчас по городу работает до 12 поливочно-моечных машин. К моменту, когда снег сойдет полностью и улицы будут подготовлены к водным процедурам, планируют запускать от 40 до 50 единиц такой техники. Когда осадки не сильные, то есть незначительные, то в принципе они не мешают мойке. И никаких противоречий в этом нет. В случае сильных осадков имеет место тот факт, что дождевыми водами, в том числе из газонов, происходит смыв в грунтах, которые намываются в определенных участках дороги, большей частью приладковой части. Иногда после дождей очень необходимо, предстоятельно, необходимо производить мойку именно участков приладковых, где дождевыми водами именно происходит нанос грунта. Также для уборки пыли используют вакуумные подметально-уборочные машины. Их будут задействовать в работе в течение всего лета. В текущем сезоне подрядчики уже делали пробный запуск дорожных пылесосов. Но пока они недостаточно эффективны, поскольку покрытие не полностью просохло. В дальнейшем, когда условия изменятся, планируется задействовать до 20 таких машин. Их будут использовать для очистки тротуаров и других пешеходных зон, узких участков. В Самаре активно ведутся работы по аварийно-ямочному ремонту, который считается поддерживающим. В день на разные адреса выходят 4 бригады. Ремонт уже завершили на 50 адресах. Сегодня работы продолжились на улице Карбышева. Репортаж с места событий подготовил наш корреспондент. Одну из бригад муниципального предприятия благоустройства направили на улицу Карбышева. Тут развернулись работы по аварийно-ямочному ремонту. Этот вид ремонта является поддерживающим и единственно возможным в межсезонье, пока среднесуточные температуры воздуха не достигнут плюс 10 градусов и выше. Каждый день на разные адреса выходят 4 бригады. Во время работ дорогу не перекрывают, движение осуществляют по свободной полосе. Устанавливаются специальные знаки, информирующие водителей о проведении ремонта и направлении объезда. Перед началом работы ямы обрезаются. Им придают нужную геометрическую форму. Затем локации вычищают при помощи трактора со щеткой. При необходимости некоторые участки осушают с помощью компрессора. И только после этого укладывается литой асфальт. Его подают из кохера. Раскручивает, нагревается, выходит литой асфальт и бетон уже нагретый. Минимальная температура смеси 210 градусов. При такой температуре остатки влаги выпариваются с дорожного покрытия. Водителям не рекомендуется проезжать по отдельным участкам после укладки литого асфальта еще 15-20 минут. Это позволит смеси застыть полностью. За подготовкой локаций и качеством асфальта бетона следят на всех этапах. Отборы ведутся постоянно по каждой отпусканию завода. При этом берутся пробы как с завода, так и после выполнения работ непосредственно на тех участках, которые проводились ремонты. При этом контролируется температура смеси на момент укладки. Сегодня в графике работ 7 объектов дорожно-уличной сети. В настоящее время список участков, требующих поддерживающего ремонта, включает в себя 102 объекта. На 50 из них работы уже завершены. Новые объекты добавляются в список к департаментам городского хозяйства и экологии после выездных проверок территорий. Этим занимаются сотрудники муниципального учреждения дорожное хозяйство. При корректировке списка учитывают обращение горожан. Ведется и контроль за отработанными локациями. В случае необходимости ремонт будет переделан, но пока этого не требуется. Уложенный асфальт и бетон в текущем сезоне не разрушился ни по одному адресу. Повторный выезд на участки все же бывает необходим. Это связано с нарушением целостности всего дорожного покрытия и цепной реакцией. Скоро начнется ремонт малыми и большими картами. При этом параллельно продолжаются работы по аварийно-ямочному ремонту. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Осторожно, мошенники. Полицейские разъясняют жителям, как не стать жертвами обмана. Проводят беседы, раздают памятки. Подробнее в сюжете Елены Чернявской. Рабочий день участковых уполномоченных начинается с развода. Руководитель подразделения доводит до личного состава. Ориентировки выдают документы, информируют о происшествиях и преступлениях, случившихся за сутки, о людях в розыске и угонах, кражах. Здесь же ставятся задачи. Приказываю заступить на охрану общественного порядка на территории Советского района. С гражданами соблюдать вежливое и корректное обращение. Соблюдать правила ношения форменного обмундирования. По местам несения службы разойтись. Сотрудники полиции, участковые и полномоченные продолжают работу по профилактике различных видов мошенничества. Среди населения сообщают людям о новых схемах, с помощью которых злоумышленники похищают деньги доверчивых граждан. Целью данного мероприятия является работа в жилом секторе, общение с гражданами, выявление и пресечение фактов административного правонарушения, уголовных преступлений. Ну и непосредственно основной нашей задачей является эта встреча и общение с гражданами. Алексей Серпинин – потомственный полицейский. Пять лет работает участковым-уполномоченным. По словам Алексея, самое главное в работе участкового – оперативно реагировать на обеды и просьбы людей. Нужно стараться помочь им как можно быстрее. В обверенной ему территории провел профилактическую беседу. Раздал памятки с информацией, как не стать жертвами мошенников. Такие случаи у нас случаются. Причем преимущественно с пожилым населением ко мне обращался житель моего обслуженного административного участка, который повел себя очень бдительно. Ранее мы с ним эту работу проводили. При звонке мошенников он им не поверил и не получилось его обмануть. Гражданам напомнили о том, что телефонное мошенничество – одно из самых распространенных сегодня имущественных преступлений. Методы хищения денег с банковских карт с каждым годом становятся все изощреннее. Сотрудник полиции посоветовал самарцам в случае звонка от незнакомцев сохранять спокойствие и ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт. Если у вас запрашивают данные с банковской карты или секретный код из СМС – кладите трубку. В наше время это очень актуально. Мошенники всегда будут, к сожалению. И такое напоминание, оно очень информативное и полезно каждому. Татьяна Баркова – старшая по дому и член общественного совета Советского района. Пришла на встречу с участковым, узнала актуальную информацию по преступлениям, связанным с мошенничеством, и теперь доведет ее до жителей своего МКД. У нас в доме есть чат, и в чате мы выкладываем, я являюсь руководителем этого чата, и в этом чате я выкладываю информацию о всех мошеннических преступлениях. Плюс к всему, у нас в подъезде есть доска объявления, после чего нам мы свои листовки кладем, и люди уже, как говорится, знают о тех видах мошенничества, которые происходят у нас в городе. Проведение профилактической работы сотрудниками полиции будет продолжено, чтобы каждый житель нашего города владел информацией о способах обмана. Елена Чернявская, Петр Паломеев, События. С наступлением лета владельцы загородных домов и садов столкнутся с новыми ограничениями и штрафами. В частности, наказание может грозить за некоторые виды сорняков, такие как борщевик сосновского, одуванчик, тысячелистник и прочие. Если они разрастутся, садоводу придется заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Также одно из частых нарушений – сжигание травы на участке. За это может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если в результате появился пожар, который перекинулся на соседнее здание, штраф может вырасти до 50 тысяч плюс компенсация ущерба. Кроме того, неправильное хранение минеральных удобрений могут трактовать как причинение вреда окружающей среде. Штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей. Оценили работу медико-социальных экспертов. Члены общественной палаты Самарской области провели выездное заседание комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе в помещении главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Общественники пообщались с врачами-экспертами, задали вопросы и получили обратную связь от сотрудников учреждения. Подробности в нашем материале. Установление группы инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности и разработка индивидуальной программы реабилитации. Эти и другие задачи решают бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Освидетельствование можно пройти очно, а также можно это сделать в заочной форме, направив в учреждение документы. Решение выносится комиссионно-экспертной группой в день обращения. В случае необходимости назначается дополнительное обследование. На сегодняшний момент процедура освидетельствования выбирается самими гражданами, либо их представителями. То есть они могут выбрать либо им освидетельствование точно, либо заочно. Поэтому вот здесь как бы в соответствии с электронной очередью приходящие очные люди проходят осмотр, изучение документов, выносятся экспертные решения. Члены общественной палаты на выездном заседании комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе ознакомились с деятельностью учреждения. Прошли по отделениям, пообщались с экспертами и получили от них обратную связь. К нам вот какие-нибудь вопросы есть, пожелания? В чем, вы считаете, должна быть улучшена вот такая интересная, нужная для людей работа, как экспертиза? Проблемы, конечно, есть в нормативных правовых актах есть. Вот мы считаем, что если гражданин освидетельствовался в бюро заочно, то и в экспертном составе он должен заочно освидетельствоваться, чтобы в равных условиях быть. Хотелось бы вот здесь, чтобы какие-то коррективы были. По словам председателя комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе общественной палаты Галины Гусаровой, работа бюро организована на должном уровне. Граждане имеют возможность быстро, без очередей пройти освидетельствование. Сведения о присвоении группы инвалидности вносятся в единую электронную базу учреждений, которые взаимодействуют с этой категорией граждан. Эта структура, она, знаете, как бы взаимодействует и со здравоохранением, и социальной защитой, и с трудом, и посмотреть, как на сегодняшний день поставлены эти вопросы. А потом к нам же ведь тоже обращаются больные. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Поэтому нам нужно было посмотреть, как здесь поставлено дело. Поставлено дело хорошо. Сегодня в регионе стоят на учете 211 тысяч людей с инвалидностью. Среди взрослого населения на первом месте онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. У детей до 18 лет на первых строчках психические расстройства и врожденные пороки развития. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. 6 апреля в стране отметят День русской народной сказки. Праздник был учрежден в 2004 году в честь 200-летия издания первого сборника русских народных сказок, собранных и опубликованных Александром Афанасьевым. В Самарской библиотеке прошло мероприятие, посвященное этому событию. Подробнее в сюжете Елены Чернявской. Кот ученый Марселентии встречает юных читателей в Самарской библиотеке номер 21. Он любит сказки и внимательно следит, чтобы дети слушали библиотекарей, которые подготовили увлекательные мероприятия времен минувших небылицы. Я вам сейчас такую сказку расскажу, про которую вы ничего не знаете. Ай, колобок это было вкусно. Я вам другую сказку расскажу. Здесь очень интересные мероприятия нам показывают, познавательные, используя все современные технологии. Нам очень нравится. Дети огунулись с волшебным миром и вспомнили, какими бывают произведения устного народного творчества. Библиотекарь познакомилась с русскими народными произведениями, которые есть в фонде библиотеки, с историей появления первых сказок. Ребята узнали, что есть сказки народные и авторские. Сказки заставляют детей смеяться и сопереживать, волнуюсь за героев. Учат отличать добро от зла, правду от лжи. Очень радостно, когда спрашиваешь их, о чем сказка. Они говорят про добро, про дружбу, про взаимовыручку. Вот Емеля был такой вот на печи. О чем дело кончилось? Хорошим стал парнем. Перестал только на печи кататься. Нравится им это, и они это понимают. Мы думаем, что да ладно, им нужен только телефон, а компьютер нет. Они читают сказки, и они их понимают. Ребята узнали, что сказки разных народов очень похожи между собой. Учат детей смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. Также для иных участников встречи провели мастер-класс. Дети приняли участие в играх и викторинах. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести» Дворянская предлагает владельцам квартир скачать приложение «Госуслуги дом». С его помощью удобно решать вопросы ЖКХ онлайн. В приложение можно передавать показания, вносить данные по счетчикам воды, электричества, газа, отопления, смотреть историю внесенных показаний, оплачивать счета без комиссии, изучать отчеты по работе УК и обсуждать это с соседями. Обычно весной управляющие организации проводят собрание собственников, чтобы утвердить отчет за прошлый год и составить план предстоящих работ. Если такие собрания организованы в электронном виде, голосовать на них можно через приложение. В Самаре для многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья семьям, воспитывающим пять и более детей. Выплата предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Подробную консультацию можно получить по телефону 310-31-35. Ленинский район приглашает принять участие в субботнике, который состоится 6 апреля. На этой неделе запланировали приведение в порядок участок улицы Молодогвардейской от улицы Льва Толстого до Красноармейской. Сбор участников в 10 утра на улице Молодогвардейской, 148. С собой необходимо взять только хорошее настроение. Необходимый инвентарь, перчатки, мешки для мусора, инструменты для ворошения снега предоставим. А чтобы было еще приятнее участвовать в субботнике, участников угостят горячим чаем. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИСа, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!